Если взять простого американца, который никак не связан с бывшим Советским Союзом, тем более с Россией, то он вообще про Россию ничего знать не будет. Американцам неинтересно, как живут россияне. Американцы думают про Америку. Американцы патриоты. Американцы думают про свой город, про свой штат, про свою страну. Американцы переживают за законопроекты, которые принимаются, за новые правила, кто будет президентом, кто сенатор и так далее. Американцы патриоты. Зачем простому американцу, который не связан с Россией, думать про Россию, тем более кому-то, чтобы что-то хотелось? А что в России такого важного, чтобы именно про Россию думать? А, например, не про Эквадор? Вот в России что-нибудь знают про Эквадор? Нет. Так а зачем простому американцу, который с Россией не связан, знать про Россию, тем более, как живут в России простые россияне? Зачем, вот скажите? Для некоторых людей это будет обидно, потому что в России такой информацион, якобы про Россию все думают. Я сам родом из России, я в детстве тоже так думал. Наивный, да? Но что важного в России? Вот про Россию говорят только в контексте последних событий. Если что-то политически важное происходит. Да, говорят, но зачем американцам думать про уровень жизни россиян? Чем уровень жизни россиян должен быть важнее уровня жизни Эквадора? Или в Бразилии? Вот что в уровне жизни россиян может быть такого важного? А из России я постоянно получаю такие комментарии. Но вынужден разочаровать. Никому это не интересно. Живите там как хотите, просто дайте жить другим. Я сейчас секрет открою. Вам никто не завидует в России. А когда расскажешь американцам, что в России, скольки там 20 или 30 процентов россиян нет туалета дома, просто шок будет. Вот такие дела. Такой шок-контент. Оказывается, про уровень жизни простых россиян никто не думает и не знает, и не интересно. Потому что что такого важного может быть в России? Для простого американца, который с Россией никак не связан. Ничего. Про Россию говорят только в контексте новостей или последних событий, которые являются каким-то политически важными. Да, для многих это в России больно, обидно, неприятно, потому что люди-то сидят и думают, что их там, ох, сидят, завидуют. Пенсиям 17 тысяч рублей, да? Вы знаете, что здесь лобстеры доступны всем в Нью-Йорке? Вообще всем. И черная икра тоже. И клубника зимой круглый год вообще. И арбузы круглый год. Здесь вообще, оказывается, нет сезонности овощей. Ну, в сезон, летом все дешевле. Но зимой здесь все то же самое есть. Это страна южная, страна теплая. Вообще это страна улыбок. Потому что здесь жизнь другая. Вот такие пироги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!